МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь. Две хозяйки, одна из города, другая из деревни, поспорили, где лучше готовят. Краснодарка Яна Клещевская утверждает, что городское меню разнообразнее и полезнее. А Надежда Касавченко из станицы Ловленска говорит, что ее блюдо вкуснее и сытнее. Кто из них прав, будет решать жюри, в состав которого вошли телеведущий, фотомодель и кулинарный эксперт. Вчера была первая станичная часть выпуска. Сегодня продолжение званого ужина на одной из краснодарских кухонь. Пока город спал, Яна Клещевская варила суп. Собиралась, как обычно, добавить бульонные кубики, но передумала. Сегодня такие гости. Я не могла, особенно преподаватель. Она сразу почувствует, если будет кубик. Волноваться Яна начала еще накануне, когда побывала в гостях у Надежды Касавченко из станицы Ловленской. Хозяйка постаралась на славу. Напекла пирожков, нажарила котлет и сделала несколько салатов. Однако недочеты не ускользнули от строгого взгляда кулинарного эксперта. Вот Виктория Петровна, она весьма строга. Завтра, чувствую, я получу от нее. Впрочем, ужином в Ловленской преподаватель кулинарного лицея осталась довольна. У нее хорошо были приготовлены те же салаты с майонезом. Они хорошие салаты, вкусные. Спустя сутки у плиты в своей квартире захлопотала Яна, краснодарский дизайнер. Удивить гостей она решила блюдами французской кухни, которой давно увлекается ее семья. Основное блюдо – луковый суп. Ради него Яна до утра не сомкнула глаз. Луковый суп – это, конечно, очень страшный суп. Он варится как минимум пять часов. Она еще не знает, что на гостей это блюдо произведет неизгладимое впечатление. Может быть, кто-то из них удивится, и мне будет приятно, что они попробуют луковый суп. Удивлять так удивлять. В меню еще несколько редких для Кубани блюд. Будут еще сэндвичи с поджаренным цукини, вяленым помидором и сливочным сыром. Это прям мини-мини сэндвичи. Будет салат с гренками, яйцом почти пашот и шалфеем, и тоже беконом. И будет тартар. Ее козырь, считает Яна, разнообразие блюд и необычный их внешний вид. Там нет особого разнообразия в деревнях. То есть, если это котлеты, то это котлеты и на праздник, и на повседневную жизнь. Оценят ли гости ее старания? В эти минуты они как раз поднимаются по лестнице. Здравствуйте! Нету! Здравствуйте! Мы уже как родственники. Да, да, родные. Надежда Касавченко. Любит готовить сытную пищу и подавать ее большими порциями. Виктория Тимошенко преподает в лицее технологию приготовления пищи. Как оказалось, строгая, но справедливая. Анастасия Мурафа – фотомодель. Несмотря на профессию, с отменным аппетитом. Евгений Бондарь – телеведущий. Самый привередливый гость. Всегда найдет слабое звено. У хозяйки дизайнерский вкус. Но вкусны ли будут ее блюда? Гости усаживаются за стол. Вредный Евгений Бондарь всегда настроен решительно. С тех пор, как я женился, меня больше не пугает ничего на кухне. Яна предупреждает. В отличие от Надежды, все продукты она купила в супермаркете. Так, получается, что мы люди городские. У нас нет там кур на балконе, свиней в подвале или на балконе тоже на другом. Она убеждает гостей, что все свежее. Можно есть, не опасаясь за желудок. Мне очень нравится твоя Надежда и Вера в лучшее. Надеюсь, все будет хорошо. Не переживай, сегодня последний день съемки. Уже не важно. Перед тем, как подать горячее, Яна предлагает легкую закуску. Сыра разных производителей. Один творожный, другой с сливочным, другой с йогуртом. Их смешиваю. Очень сложная начинка будет. Это цукини пожаренные и вяленые помидоры. Бутерброды понравились всем, но преподаватель кулинарного лицея отметила, что могли быть и лучше. Если бы еще и булочки сама сделала. Яна подавала на стол не все блюда сразу, а приносила их в строгом порядке, чем сильно удивила Надежду. Молодец. Она, конечно, одно подала, другое. Не так, как у меня, что мы стол накрыли, все это, пальчики, котлеты, все. Ну, я не могла так подать, что там борщ подать, потом вам по котлете разлаживать, там это. У нас так накрывают. Все оформлено хорошо. Дизайн такой чувствуется. В общем, во всем этом чувствуется, вот дизайн просто как художника. И вот, наконец, долгожданный в прямом смысле этого слова суп. Гости никак не могут поверить, что его приготовление заняло пять часов. Пять часов ты мешать должен? Не мешать, уметь. Так, бурк, бурк. Евгений Бондарь с самого начала французскому супу не доверял. Я понимаю, о чем могут подумать, кстати, телезрители, многие, и я бы так, наверное, подумал. Вареный лук, бедные люди сидели, ели, еще и делали вид, что им это понравилось. Я вам скажу честно, это очень даже ничего. И качество блюда очень хорошее, консистенция блюда соответствует, и вкусовые качества. Лук доведен до готовности. То есть здесь чувствуется вот даже какой-то профессионализм. Кулинарный восторг гостей не разделила только надежда. Суп она, конечно, попробовала, но скорее из вежливости. Ну, непривычно мне это кушать, понимаешь? Мы никогда это не кушали. Ну, суп мне не понравился, потому что мы непривычно так кушать. Французские какие-то блюда. Мы привыкли свои блюда кушать, кубанские. Следующее блюдо традиционным кубанским тоже сложно назвать. Яна хоть и представила его как салат, многие засомневались. Что это? Представления не имею. Не имеете представления. На что это похоже? Ну, вот если по-нашему, если по-кубански рассуждать, на что это похоже? Ну, яйцо жарено, яичнице. Яичница с хлебом. Но есть такую оригинальную яичницу Надежда Касавченко категорически отказалась. Салат такой не единый, что там зелени полно. И если нажарила яичницу, полную сковородку, набила яич, нажарила, наелся и все. Зачем она мне зелень, потому что она нам перечисляла. Остальные гости ели салат с аппетитом. Даже зануда телеведущий. Салат. Я даже не знаю, как это назвать. Это яйцо. Сырое яйцо. Рваное зелень. Хлеб. Сушеный. Это вкусно. Единственное, что в каждом блюде присутствовал хлеб, да, а это тоже как бы не очень классно для фигуры, если мы берем эту тему. Но то, что вот вчера все равно более калорийное, конечно, было, чем сегодня. Очень много зелени, которая прекрасно сочетается со всеми продуктами, дает возможность хорошего усвоения. Вот она на такой овощной подушке, на листьях салата подала именно этот салат. Но это еще не все. Впереди довольно необычный десерт. По секрету мы рассказали Евгению Бондарю, из чего он приготовлен. Но куда уж нам после сырого яйца и вареного лука? Что такое зефир в тесте? Да ну, я вас умоляю. Зефир, запеченный в тесте, неожиданно понравился всем. А кулинарный эксперт даже попросила рецепт. Рецепт от Яны Клещевской. Зефир в тесте. В квадратик слоеного теста плотно заворачивается половинка зефира. Запекается в духовке при температуре 160 градусов около 15 минут. Подается в горячем виде с мороженым. Приятного аппетита! Развлечение после ужина Яна предложила тоже, с гастрономическим уклоном. Я называю название необычного блюда, а вы должны угадать, из чего оно состоит. И к какой стране оно относится. Однако игра на сытый желудок как-то не заладилась. Ни одной страны участники не угадали. Кажется, зря нас Яна напрягала этим всем. Я бы, если честно, немножко еще бы прикорнул. Перед тем, как разойтись, гости подвели итог и выяснили, что победителей в кулинарном состязании сельской и городской хозяйки нет. На самом деле и вчера было очень вкусно, и сегодня очень вкусно. И каждый для себя выбирает сам, да, что есть. В деревне привыкли так, в городе привыкли так. Сказать, что лучше, ну уж извините. А не каждая соответствует себе. И каждая хороша по-своему. Пусть мужа удивляет французским блюдом, я могу удивлять кубанским борщами. Оксана Качура, Самир Гачаев и Максим Мурзинов. Такая жизнь. Это была «Такая жизнь» от Оксаны Качуры. Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях. Мы ждем ваши истории по телефону в Краснодаре 254-22-33 или на адрес Live9TV, Собака Майл.ру. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok